В Тверской области завершилась масштабная противоаварийная тренировка энергетиков. На учения по взаимодействию и устранению нарушений в электросетевом комплексе региона съехались более 2,5 тысяч специалистов из всех 20 филиалов Россети-центр и Россети-центр и Приволжья. Было задействовано свыше 900 единиц техники. О том, как прошли учения, в сюжете нашего корреспондента. В регионе штормовое предупреждение. Ожидается мокрый снег, переходящий в ледяной дождь, и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. В филиале Россети-центр Твери-энерго введен режим повышенной готовности. Центр управления сетями Твери-энерго ведет усиленный мониторинг метеорологической обстановки всего региона. На видеостене динамично отражается необходимая информация в различных масштабах, от всей территории региона до конкретной подстанции. По легенде учений, произошли массовые нарушения энергоснабжения потребителей. Силы и средства оперативного персонала полностью мобилизированы. Бригады энергетиков направлены к местам технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса. Основные занятия, которые мы проводим в рамках этих тренировок, это монтаж опоры, опоры по подвесу проводов, изоляции. Это 110 кВт опора, 35 кВт, 6-10 кВт. Причем как с применением техники, так и без применения техники. Зачастую энергетикам приходится работать в таких условиях, что и подъехать на технике невозможно. В рамках учений энергетикам предстояло применять резервные источники электроснабжения, оперативно восстанавливать пролеты, снимать с проводов поваленные деревья. В случае необходимости монтировались временные опоры ЛЭП, которые можно привезти по частям и собрать на месте, пока монтируется основная. Для поиска мест повреждений линии электропередачи использовались беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типа. Для масштабных учений наш регион был выбран не случайно. В Тверской области самая протяженная электрическая сеть, порядка 50 тысяч километров, более 300 центров питания. Плюс сложно проходимая местность и наиболее частые аномальные природные явления. Все негативные и природные явления, и все особенности архитектуры электрической сети собраны на территории Тверской области. Это и хорошо, и не очень хорошо, но во всяком случае приобретать здесь практику – это очень серьезные навыки, которые в последующем будут применяться не только энергетиками Тверской области, а на всех территориях нашего присутствия, всеми 20 филиалами. Учение такого масштаба – ценный опыт для производственных подразделений Россети-центр. Группировка персонала составила почти 2,5 тысячи человек. 352 бригады было привлечено свыше 980 единиц техники. Для бригад из различных филиалов – это возможность учиться друг у друга и повышать эффективность труда. Для руководящего состава работы в рамках учений позволило усовершенствовать навыки планирования и решения стратегических задач по организации взаимодействия подразделений. Это особенно важно, ведь в период зимнего максимума нагрузок энергетики должны действовать быстро и слаженно, чтобы минимизировать последствия возможных нештатных ситуаций и в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение. Субтитры создавал DimaTorzok